А вам не страшно было? Как вы решились выбираться? На другого выбора не было. Когда крыша упала на пол, выбора было мало. И открой, где вот эта сумка, где наутук. Все где узнали, ну все поузнавали, кто смог, где повыезжали. Кому было куда ехать, кому некуда ехать, где-то мы остались. Там нет, здесь нет, ничего нет. Люди сидят в подвалах? Да. Азовцы, вот это сумка, они на улицах там где-то занимают дома? Это мы с ним выходили. 11 дней в подвале, никто ничего не знает. Ходят они, не ходят. Вы все выезжали, видели? То есть они как-то вас пытались остановить? Нет. Вот они пытались только стрелять. Кто-то сидит, может быть, где-то видит. А так я врать не буду, я не знаю. А много таких, как вы? Много. А пытаются выйти сейчас? Тоже много. Только все пытаются туда ехать, а не поможут еще. Если мы знаем, что у нас тут есть родственники. Вот вместе с вами еще кто-то выезжал? Нет, мы самые первые сюда выехали. То есть еще должны подъехать? Может быть еще. А почему не в Запорожье поехали через другие средства? Что у нас тут родственники, ну что сюда не приехали? Там у нас никого нет. А там не дадут ехать. То есть вы говорите, население не оповещено о гуманитарных коридорах? Я все равно говорю, света нету, ничего нету. Кто по радио услышал, передавали вот так вот. А как дорогу? Просто вот едете? Нет, прямая дорога сюда закрыта, сюда нельзя ехать. Только через... Какая-то Кучегуры ехать. Там через одно село, там через... Ну вот опишите, как происходило. Это вы вышли из подвала как-то, машину заприняли. Быстро в машину завелись. Бух, ба-бах, стрельба. Сели и ехали, молились Богу. Да.